На фестивале будет работать выставка настольных игр. Желающие смогут посмотреть и протестировать игры, как классические, так и новинки. Знакомиться с правилами, оценить качество и уровень сложности. А в будущем возможно приобрести себе домой, чтобы скрасить осенние и зимние вечера. Мы плотно сотрудничаем с сообществом Board Games Абакан. Именно они предоставляют такое большое количество игр. А именно это практически 70 разных игр. От маленьких, рассчитанных на маленькую компанию. Это от двух человек до больших компаний. Это будут и стратегии, и просто для более маленького семейного досуга игры. То есть там на вкус и цвет, на ваши интересы каждый найдет для себя какие-то игры. Несмотря на то, что фестиваль настольных игр проводится в Абакане во второй раз, он уже успел полюбиться горожанам и гостям города. За азартом в республиканскую столицу приезжают даже жители из отдаленных районов республики. Еще бы, ведь такой вид досуга помогает не только отвлечься от обыденности, но и развивает логику, внимание, интуицию. Кстати, первые настольные игры появились еще в Древнем Египте. Убрав все гаджеты и оторвавшись от дома, придя куда-то, это всегда какой-то культурный выход. Поэтому это сплачивает семью. Это всегда, если вы дома играете в настольные игры, это всегда настроение, это сближение членов семьи. Это всегда, ну, прямо хохот и веселье. Приходите в городской центр культуры Победы на фестиваль настольных игр в субботу, 26 августа, начало в 12 часов. Здесь вам будет обеспечено хорошее настроение, приятное времяпровождение в кругу друзей, а, быть может, новые знакомства. Желающие смогут сделать яркие снимки в тематической фотозоне. Надежда Савельева, Александр Кожевников. Новости. Новости. Новости.